Поститься не значит голодать, уверяют священнослужители, хотя многие полностью воздерживаются от пищи и пьют только святую воду. Самые строгие – первые и последние недели поста. Стоит помнить, что строгий пост только для тех, кому он по силам и физически, и духовно. Пост – это прежде всего духовная битва с самим собой, когда человек должен будет победить свои страсти, свои грехи, свои пороки, и в помощь к этому гастрономический пост. И, конечно, прежде всего посещение богослужения, потому что во время Великого Поста на первой неделе во всех храмах совершается особенное богослужение. Вечером совершается чтение канона Андрея Критского, покаянный канон, который взывает в душе каждого человека. Пост необходимо сопровождать молитвой, трудами, добрыми, благими делами, ну и, конечно же, прежде всего, добрым и хорошим отношением друг к другу. Вот необходимо, конечно, каждому человеку согласовать миру своего поста с духовенством, для того, чтобы этот пост был полезным и для души, и для тела. Не нужно чрезмерно каких-то усилий, Господь принимает прежде всего усилия духовные. Когда мы делаем добро, милосердие, когда мы помогаем нуждающимся, больным, посещаем людей в больницах, отправляем посылки в тюрьмы, ну и помогаем детям-сиротам, это прежде всего. Пожилые, ослабленные болезнями, дети и беременные женщины могут освобождаться от строгого поста, но соблюдать меру в еде. А вообще, говорят верующие христиане, самое важное во время поста – духовное очищение человека. Если человек не может вынести полностью все сорокни, то люди новоначальные постятся первую, третью и последнюю неделю Великого Поста. Ну и, конечно же, пост, он не будет иметь такой духовной силы, если человек не поисповедуется, не причастится в эти святые дни. Прежде всего, пост – это духовная борьба с самим собой, со своими страстями, грехами. И самое главное – выйти в этом посту не победителем в гастрономической части, а прежде всего в духовной, чтобы победить в своей страсти все те грехи, которые нам мешают с вами жить и трудиться в благости Божией. Поста – это время покаяния и молитвы. Без них он становится всего лишь диетой. Не важно, что в это время стол скуден и прост. Главное, чтобы через сознательное ограничение человек старался обновиться в мыслях и укрепиться в вере.